Всем добрый день, меня зовут Лада, я работаю с художниками и работаю помощником куратора. Помогаю художникам в продвижении себя. Наверное, каждый из вас знает, что такое опенколы и конкурсы, и сегодня мы немного поговорим о том, как с помощью этого инструмента немножечко продвинуть себя. Я отправляю много заявок на опенколы, конкурсы за себя и за других людей. В любом опенколе есть своя специфика, свои особенности, поэтому нет никаких супер-пупер-универсальных советов о том, как лучше отправить заявку. То есть нет никаких секретов успеха. Скорее, к каждому опенколу есть свой подход. Что такое опенкол? Переводится это слово как открытый вызов. То есть любая творческая институция или коммерческая, или группа людей может опубликовать опенкол или открытый конкурс, или творческий вызов, или открытый вызов, неважно. Зачем он делается? Он делается для того, чтобы найти новые имена. В основном это художники, но сейчас также таким же образом ищут режиссёров, таким же образом ищут даже копирайтеров, продюсеров, сценаристов. Но мы здесь будем делать акцент на художниках, которые пишут живопись и графику, либо работают с цифровой живописью, либо работают с видео. В основном будет сосредоточен упор на них. Всё остальное, медиа, арт, инсталляции, мы на них акцента делать не будем, хотя принцип везде один и тот же. Итак, по моему мнению, опенколы — это самый лёгкий способ попасть куда-либо, то есть попасть в какую-либо культурную институцию, кроме после личных знакомств. То есть первое — это личное знакомство, второй — бесплатный и доступный всем способ — это опенкол. Итак, посередине вы видите воронку опенколов. Опенколы дают нам деньги, связи, поддержку кураторов, пространство, где может выставиться ваша работа, поддержку местного сообщества, и это даже одно из требований, когда куратор просит провести мастер-класс с местным сообществом художника, который прошёл опенкол. Также около воронки крутятся и другие вещи, которые помогают художнику раскрутиться и продавать свои работы. Это армия фанатов, крутой визуал в соцсетях, это деньги, которые могут быть направлены на покупку услуг профессионалов, которые помогут раскрутить тебя, и личные связи в арт-мире. Они также очень сильно помогают, естественно, потому что не нужно преодолевать весь огромный путь, можно с помощью личных связей попасть туда, куда вы хотите попасть. И что интересно, что все вот эти четыре вещи, которые крутятся вокруг этой воронки, их тоже могут дать опенколы. То есть они могут создать крутой визуал в соцсетях, то есть вы можете, например, получить грант и создать крутой визуал в соцсетях. Они могут дать и армию фанатов, например, вы пройдёте на, я не знаю, на дубайскую какую-нибудь ярмарку, и вас заметят, вас станут писать 1, 2, 3, 4, 5, 10, и, соответственно, у вас будет армия фанатов. Они могут подарить и услуги профессионалов на раскрутку, то есть вас могут заметить и, соответственно, помочь вам с продвижением. И личные связи, конечно, мы уже об этом сказали, что опенколы могут дать личные связи, потому что с каждой, потому что ваша работа будет проходить несколько касаний, ну, либо одно касание, но чаще всего несколько, то есть вашу работу будут смотреть несколько людей, и с каждым касанием увеличивается вероятность того, что вашу работу заметят, вас заметят и позовут дальше двигаться вместе. Здесь список всего, что можно поиметь от опенколов. Примеры писем, которые могут вам отправить, если вас не взяли на опенкол, но вам предлагают дальнейшее сотрудничество, и иногда эти люди действительно возвращаются. Как ни странно, есть реально галеристы, которые вас замечают, вашу работу, но они понимают, что эта работа, она крутая, она хорошая, она годная, но она не для этой выставки, то есть она выбивается из общей выставки. И, соответственно, у меня было такое, что говорили, например, мы свяжемся с вами в этом месяце, в другом месяце, когда у нас будет выставка под эту тему, и ваша работа туда подойдет, и действительно они связывались. Опенколы, в принципе, они бывают только двух видов. Это участие в каком-то мероприятии, то есть это выставка, это какая-нибудь коллаборация, это создание там какого-нибудь мерча, мерча и обучение, то есть обучение – это курсы, либо арт-резиденция, но арт-резиденцию можно отнести в категорию мероприятия, если там не предусмотрено обучение, это уже зависит от резиденции. Для того, чтобы попасть на опенкол, нужно, во-первых, его найти, во-вторых, нужно отправить заявку. Мы сейчас поговорим о том, как их найти, то есть вы же не заходите в Google, и там вам подборки опенколов не сыпятся. Это время на поиск, и далее мы поговорим о том, как составить заявку. Итак, представим, что у вас нет вообще ничего, то есть вот пустой лист, и вы художник, у вас есть пустой лист, и больше ничего, пустой ноутбук, где вы будете искать возможности. Во-первых, их одна из простых вещей, где, слава богу, собраны каналы – это Telegram. То есть я сейчас практически живу в Telegram, и за этим поиском, и у меня есть список возможностей, которые я тоже дам ссылку на скачивание, где можно скачать эти каналы. Их много, их около сотни. Соответственно, мы можем всеми ими пользоваться. Они выглядят очень просто. Сейчас мы посмотрим, как. так. Ну вот, например, канал OpenCall. И они здесь выкладываются, лабораторию и так далее. Далее. Еще один источник, откуда можно брать OpenCall – это сервис Tegastat. Тоже сейчас его покажу. мы заходим в сервис, который называется «Мои отслеживания». Это сервис, который позволяет… То есть смотрите, у вас есть много каналов, да, по OpenCall. Сейчас я вам их покажу. То есть вот, представляете, вы вступили вот в эти каналы. Их очень много, и не каждому вообще захочется это все отслеживать, потому что нужно время на творчество. Соответственно, у нас есть сервис «Мои отслеживания» в сервисе Tegastat. Tegastat – это аналитика телеграм-каналов, каталог, где я сосредоточена, ну, не знаю, сколько каналов на самом деле, к сожалению. Но я думаю, они охватывают, ну, хотя бы 50%-то охватывают, наверное, и больше. Все каналы, которые находятся в каталогах, их можно отслеживать. То есть мы делаем следующим образом. Добавить новое отслеживание и пишем, что нас интересует. То есть пишем любые слова, которые нас интересуют, да? Например, там open call, конкурсы, гранты и так далее. Делаем это все через расширенный язык, то есть ставим вертикальную черту, кавычки, продюсерство, господи. Пишем то, что нас интересует, ставим в кавычках, ставим вертикальную черту, пишем расширенный язык, пишем, где искать в каналах, в чатах, не отслеживать каналы. Вот, я эти каналы не отслеживаю, их очень много, но мне не нравится то, что они публикуют. То есть это не моя тема. Далее, куда отправлять в чат, либо там в бота, либо на сайт, пишем сохранить. И у нас все уведомления попадаются в канал. У меня вот, они попадаются в этот чат, то есть видите, вот я несколько часов не заходила сюда, ну ладно, день там, не помню. Вот, 1500 уведомлений. И дальше мы уже смотрим, что есть по нашей теме. То есть вот, например, пункт кол. Результаты, кстати, тоже очень классно смотреть, потому что вы поймете, мы об этом дальше поговорим, вы поймете, что им вообще нужно. Да, так можно подписываться на каналчике тоже. Далее. Вот девочка пишет, у меня тут мой собственный обонгол, я в поисках керамиста. Окей, например, ну вы не керамист. Вот, 17.03 завершила обонгол, это все нерелевантно нам, но это нужно, потому что вам необходимо знать, кто что проводит. если вы хотите этим заниматься, этими подачами, и кто когда заканчиваются сроки. Далее. Архстояния. Вот, они делают конкурс на временные проекты с активностями свободного формата для гостей фестиваля. Далее. Приложение Guide Explorer Media объявило Open Call, нам нужны ваши фотографии сибирских городов. Ну, это не художественная тема, то есть, если вам это не нравится, вот, как на колокольчик нажимаете, он больше не будет присылать уведомления. галерея объявила Open Call на второй фестиваль ростовской культуры. Open Call лаборатория Ленфильм дебют. В общем, таким образом можно найти возможности. конечно, иногда будет просто супер нерелевантно, но таким образом можно хоть немного снизить вот этот вот, снизить количество уведомлений. Вот эти вот все региональные, их по сути надо блокировать, то есть, они у меня все заблокированы, ну, не все, конечно, многие заблокированы. В общем, таким образом можно найти то, что вас интересует. Гранты, конкурсы, возможности. Кроме Тагастата можно искать в чатах. В чатах, понятно, что они у всех свои. Далее. Емейл-рассылки помогают, мои отслеживания помогают, примеры запросов, события помогают, то есть, вы можете ходить на события, в чатах. В чатах,